«Бы так, либо никак» – такую фразу услышали от застройщика жителей персерландского сельского поселения в Ядринском районе республики. Ситуация парадоксальная. Там планируют построить школу, в которой некому будет учиться. При этом старое здание нужно сносить в любом случае, иначе оно рухнет само. Где взять детей и почему нельзя сократить размах? Татьяна Молокова посчитала школьников по головам и квадратные метры по классам. В течение учебного года нам периодически приходится и шпаклевать, грунтовать. То есть идет учебный процесс, а вы в это время делаете ремонт? В течение года вот несколько раз приходится. И класс точно так же. Директор школы по совместительству и прораб, и строитель, и снабженец, кто угодно, только не учитель. Светлана Григорьева рассказывает, что и хотела бы заниматься учебным процессом. Да некогда. Дело не в проворот. Что нужно сделать, чтобы вы занимались творчеством, а не ремонтом? Ну вот в 19-м году мы вышли в поселение с вопросом, что хватит уже вот этот Тришкин кафтан латать у нас, потому что есть еще при школе дошкольная группа, здание 1940 года. И вот на сходе граждан мы вот такой вопрос задали. Вот может быть лучше новое здание построить, и чтобы было в одном месте и садик, и школа. Здание 65-го года постройки за почти 6 десятилетий изрядно обветшало. Фундамент растрескался, стены вот-вот обвалятся. Два года назад был согласован проект строительства школы с детским садом на 200 детей. Но в поселении нет столько ребятишек. Мальчиков и девочек здесь всего-то 105. Причем 40 из них дошколята. В 2019 году обследовано на состояние, техническое состояние, и был выдан решение. То есть в заключении было написано, что она находится предаварийным состоянием со сроком исполнения 2-3 года. То есть через три года она будет уже аварийная. Веткая. Веткая и аварийное здание. Участок, на котором стоит старая школа, огромный. Здесь есть яблоневый сад и огород. Места для новой школы предостаточно. Все по проекту. На данный этап вот этот проект не актуален, потому что мы не можем осилить такую мощность. У нас детей не хватит. В данное время 67 учеников. На следующий год чуть-чуть незначительное, но это незначительное. Два-три ученика поменьше. Но в целом в течение пяти ближайших лет ожидается, как и везде, у нас отток учащихся. Даже в 2025 год мы посмотрели, у нас может быть, если мы даже три школы сюда пустим, может быть 104 ученика. Малокомплектная школа по типовому проекту в Чувашии уже строится. В Маргаушском районе, в деревне Кашмаша, 1 сентября 108 учеников впервые сядут за парты. В Персерланах надеются, что скоро и их ученики смогут учиться в новых условиях. Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев, Республика.